Сегодня мы с вами поговорим немножко про 109 страницу трактата Китубот. И здесь еще несколько мишнает по разным диспутам Адмона, второго из легендарного судьи известного, в которых Адмон спорит с другими мудрецами. Обычно во многих из их случаях Аллахане как Адмон. Здесь бывает Аллахане как Адмон, бывает Аллахане как Адмон. В некоторых случаях Грица Штрабангамлея согласился с Адмоном. Я попробую просто перевести мишнает, у меня особых нету здесь новых объяснений каких-то особо мудрых. Просто переведем простой смысл мишны. Но одну интересную вещь я вам расскажу про современные ивриты, выражения вообще современного языка, не только в современном иврите, вообще в современности, так сказать, взятых из древних выражений. Итак, одна из мишнает, которую мы сегодня обсудим, она начинается на предыдущей странице, как я уже рассказывал. Но мы ее на сегодня оставили, потому что большая часть на 109 странице. Это случай, когда человек обещал своему будущему жениху, ну и подкрепил, видимо, свое обещание, да. В общем, сделали финансовую договоренность, что он сколько-то денег даст, когда тот женится, да, приданное какое-то даст. А потом он теперь, как говорится, пошатло эт харегель, протянул ему ноги, ногу, да, протянул ножки. Что это выражение значило? Сегодня это выражение значит банкротство. Пошат регель, так на иврите называют банкрота. Не совсем понятно, такое же ли точное значение было в те времена. Многие здесь объясняют, что имеется в виду, что он как бы не хочет платить и нагло ему протягивать ногу. То есть такое впечатление, что это его собственный выбор. Он теперь хочет обмануть своего зятя, да, и не платить ему ничего. А то тогда отказывается брать, да, делать хупу и устраивать свадьбу, да, этой женщине. Так вот, Адмон считает, что в такой ситуации пусть теперь ждут, пока он не передумает или пока не сможет заплатить. То есть раз договорились, плати и не обязан жених с ней ни разводиться, ни жениться. Раз его обманули или не заплатили. А вот Хохамим считает, что так как сама-то девушка не виновата, то она может потребовать от него либо, говорит, бери меня в жены, либо дай мне гет, потор, да, освободи меня. И так халаха, не как Адмон. Вот, и я просто хотел сказать, что интересно вот как современный иврит, да, и вообще не только современный иврит. С какого-то момента появилось столько новых терминов, которые нужно было как-то определить по-еврейски. И очень часто брали что-то из Талмуда. Да, известно, что даже те из известных лингвистов, которые были не соблюдающими, но из Талмуда изучали хотя бы для лингвистических сведений. И словари были построены на Талмуде. Поэтому мы так привыкли уже. Например, чек сегодня называют хамха на иврите. Да, но выражение взятое из Баба-Мицы, подобное. Тогда не было чеков, но была что-то подобное. Идея, что человек говорит другому, да, я тебе должен заплатить за твою работу, иди к такому-то владельцу магазина, он тебе даст еды на эту сумму. То есть это подобие чека, как когда говоришь чеку, иди в банк, и он тебе передаст деньги, которые я тебе должен. Да, чек это фактически хора, да, это сообщение банку заплатить какую-то сумму данному человеку, предъявителю всего. Вот, соответственно, стало выражение чека хамха. И вот здесь также Паша Трегель, да, вот из этой Мишны взято выражение банкротства. Теперь следующая Мишна, еще один диспут Адмона с другими мудрецами. Это человек, который, с одной стороны, когда-то подписался на деловую бумаге, как один из свидетелей, что А продает Б поле, а он говорит, что вообще-то это его поле, это краденое поле, а А это поле украл. Так спрашивается, если так, чего же ты подписался, когда его продавал? Если ты сам подписался свидетелем, что А продает поле Б, то тогда, значит, ты признал, что это поле не твое, или что ты его простил, во всяком случае, тебе нужно было тогда протестовать. А ты сначала подписался, а теперь говоришь, что на самом деле это твое поле. Так по Адмону он таки может ответить, что я не хотел судиться с А, он тяжелый человек, и я, да, с ним очень тяжело выяснять отношения, я решил, пусть Б купит это поле, я буду с ним судиться. Мне легче разобраться с Б, чем с А. И это разумный аргумент. А Хахамин говорит, что нет. Раз он подписался, то он потерял свои взлоги. И в этом тоже халаха, как Хахамин. Наконец, последняя, Миша, на второй стороне страницы у нас, это про такую ситуацию, что человек уехал надолго в другую страну, и когда он вернулся, у него оказалось, что путь к его полю потерян. У него когда-то была тропинка, которая ему принадлежала, по которой он мог ходить на свое поле. А теперь его окружают поля другие, и он не знает, где была раньше тропинка. Так вот в такой ситуации Адмон считает, что так как у него какая-то тропинка была, то самую минимальную тропинку ему обязаны дать. Раз, пусть идет по минимальной тропинке, а по мнению Хахамин, раз он не может доказать, где его тропинка, то тогда он не имеет вообще никакого пути, пусть платит теперь, чтобы поле соседа выделили ему тропинку. Такиморра спрашивает, о каком же случае идет речь? Ведь если там разные хозяева с разных сторон, то не может быть, чтобы Адмон разрешил ему ходить по кратчайшей тропинке. Вдруг это будет тропинка в поле, где никогда не было никакого пути, в смысле, что, допустим, у человека несколько соседей его поле окружают. Мы не знаем, где раньше был его путь к полю. Но какое право он имеет брать кратчайший путь у какого-то из соседей? Может, у этого соседа никогда никакая территория не принадлежала этому хозяину? Только если бы его окружал один и тот же человек, все поля вокруг принадлежат одному и тому же хозяину, тогда он может требовать минимальную тропинку. Но если об этом случае идет речь в Мишне, тогда почему Хахамин спорят с Адмоном? Понятно, что если один человек купил все поля или принадлежат все поля одному человеку вокруг этого поля, тогда какая-то минимальная тропинка же была когда-то у хозяина. Значит, раз она потеряна, пусть тот, чьи поля окружают его, выделит ему хотя бы минимальную тропинку. Поэтому Гемор объясняет, что диспут вот в какой ситуации. Что были сначала разные хозяева полей вокруг него, а они продали все одному и тому же человеку. И мнение Адмона, что в любом случае, раз какая-то тропинка должна была принадлежать ему, и он теперь новый хозяин владеет всеми полями вокруг этого поля, то ему нужно выделить теперь минимальную тропинку. А Харим считает, что так как он купил у разных хозяев, если бы он вернул назад в продажу, то каждый из хозяев сказал бы, не у меня твоя тропинка, то и он теперь, купив у разных хозяев, не обязан давать ему тропинку за бесплатно, и пусть тот покупает. И на этом мы на сегодня закончим. Если вам нравится это видео, пожалуйста, жмите лайк, и пожалуйста, подписывайтесь на наш канал.